А на сегодняшний день пальчик показывает эмоциональную оторванность от отца. Если у нас мизинчик-посадка показывает недостатку отцовского внимания в детстве, когда ребёнок чувствует, что вроде бы не хватает папы, больше мамы, то большой пальчик показывает то, что разорвана эмоциональная связка. Вы ушли, повзрослели, и вы уже не столь эмоционально зависимы. Вы так себя ощущаете сейчас? Ну да, в принципе, мы живём в разных городах, далеко, и редко общаемся. Ну и папа, в принципе, у меня такой не очень общительный. Ну, такой здоровый наиболее. Хорошо. Но я думаю, что мы постепенно перейдём именно к событийности. Вот у нас рука, видите, расчерчена далеко не всем, чего хотелось бы выделить, но всё это зарисует руку. Но я постаралась разными линиями разрисовать. Я даже не брала раннее детство, потому что, ну, понятно, что там, ну, как бы у всех хватает там всякого кипиша мелкого. Я вот начала цепляться за более взрослые такие возраста. И вот первое, мы смотрим на линию жизни. Я думаю, что вы знаете, где она находится, да? Значит, вот на линии жизни, видите, идёт такая синенькая полосочка вверху. Ну, ну, как бы стоит ещё сразу отметить, что датировка на руках, она немножко такая плавающая, потому что один миллиметр отпечатка либо фотографии руки – это у нас год жизни. И понятно, что если мы немножко сдвинулись по датировке, вы нас можете поправить, и мы тогда, ну, всю сетку подтянем куда-то там выше либо ниже, мы ставим какую-то точку по событийности, чтобы понять, что происходило в определённом возрасте. Так вот, линия сердца показывает, ну, большое количество влюблённостей в раннем возрасте. Ну, тут это показатель обычно, что, ну, конкретно вы нравились противоположному полу, было много ухажёров, как бы, и линия судьбы, в принципе, это всё тоже подтверждает. Но вот в 21 год мы видим такую синенькую кету, которая сечёт линию жизни, сечёт линию головы и уходит вот в этот шикарнейший домик, который у нас сейчас происходит, вот в нынешнем периоде, мы к нему тоже вернёмся. Часто такие пересечения, они могут обозначать несколько разных трактовок. Я перечислю все, а вы постарайтесь вспомнить, что было. Но в первую очередь это стрессовое событие. То есть это кризис, это какой-то стресс, причём это может быть связано и с травматизмом, причём травма может быть физическая, так и травма может быть материальная. Также такие линии очень часто обозначают расставание с человеком и даже потерю человека. Потеря бывает физическая, как смерть, и потеря бывает эмоциональная, когда люди просто расходятся. Вот в 21 год, вспомните, пожалуйста, что было? В 21 год у меня была операция. В общем, я не могла долго забеременеть. Видимо, тоже это был большой стресс, и мне делали операцию. Как раз это было 21 год. 21 год, да. Ну вот видите, она у вас отразилась вот таким вот образом. Дальше следующий стресс. Я его не прорисовывала, но вы его увидите. Такая жирная полоса идёт, попадает где-то на 23,5-24 года. И потом у нас идёт следующая такая вот зелёная прорисованная штучка. Это уже идёт на 25 лет. Видите, она такая прям длиннющая, она идёт от маленьки. Такие вещи часто связаны именно с проблемой с родственниками. То есть какие-то вот либо события связаны в близком кругу, либо, опять же, очень похоже на предразводные кризисные ситуации. Что было в возрасте 24, потом в возрасте 25? Так, в 24 года, значит, у меня родился ребёнок, и умерла бабушка, с которой мы были очень близки. Это был тоже стресс. В 25, да, как раз у нас уже начались плохие отношения с бывшим мужем, и потом уже был развод где-то в 27, 28. 27, 28. Ну вот оно получается, что следующая речь красненькими, которая прорисована, ну то есть как бы это так, ну прям вот она видна, что, допустим, там начинался развод, потом вроде примирительные пошли, потом всё-таки опять развод. Ну то есть как бы дошло дело до логического завершения. Ну как бы вот эти вот все моменты, они очень чётко отразились у вас на линии сердца, потому что линии сердца показывают входящие. А вот ещё хочу по поводу уже вашего спросить, ну вот первого, которого мы берём, можете ли вы его отнести к человеку волевому, в таком, ну знаете, как мужик, вот мужику он такой вот, он грубый, нет, он был нежный. Он такой, нет, он был вообще сухарь, он чисто сатурнус, малоэмоциональный, и вообще, то есть, ну, мы достаточно долго с ним прожили, ну как бы 10 лет, да, но очень такой, он малоэмоциональный, он не высказывал вообще свои какие-то там, эмоции вообще не проявлял. То есть, ну, и волевой нет, это вообще не проявлял. Ну хорошо, а грубым его можем назвать? Ну, грубый такой вот он, потому что линия, входящая линия партнёра, она такая толстенькая, ну то есть, как бы часто это такой не тям-ти-лям-ти, а знаете, который такой, либо он, может быть, служил где-то, либо у него какая-то должность такая, на которой он должен быть, ну, типа такой начальник там, или ещё что-то, потому что линии, у вас вообще интересно, мужчины вот до 29 лет, они какие-то такие, знаете, вот однотипные, а вообще можно задавать личные вопросы? Ну, конечно, да. Просто вот у меня очень чётко попадает на возраст 25 лет потенциальная встреча, ну, возможно, даже кармического партнёра. Скажите, вот 25-26 лет был у вас ещё мужчина, с которым вы встречались? Ну, мужчин было много, конечно, не знаю, кто с ним кармический был, но вот в 27-28 это уже, я встретилась со своим вторым мужем, вот, и, да, вот, как бы, потом мы поженились. А вы сейчас живёте с ним, да? С этим мужем? Вы сейчас с ним? Ну, как раз, вот второй муж у меня как раз вот такой, ну, более волевой, он вообще сам по себе и волевой, и спортсмен, и он военный, он военный, вот, поэтому тут как-то немножко... Ну, когда мы, получается, немножко сеточку сдвигаем, потому что, вот, получается, вот этот 25, ну, там, где вот я поставила 25, то есть он попадёт на 27 тогда, ну, то есть двигается сетка на руках, и вот этот вот, который по линии, ой, сердце он показан, и он же у нас провелькался ещё и по линии судьбы, ну, то есть он тоже точно так же показан на 26-27, то есть он у вас провелькался по всем сферам, ну, то есть как бы вот у нас он прям запечатлился, но при этом даже вот после замужества, ну, со вторым мужем продолжаются какие-то вот, ну, разочаровательные моменты, они уже не относятся даже вот по большей степени к мужчинам, они относятся, ну, к событийности, то есть вполне возможно, что там были какие-то вот моменты с потерей близких, потому что, ну, и вообще, в принципе, с разочарованием непонятного происхождения, потому что падающих веток от линии сердца огромное количество. Вот у меня ещё есть такой вопрос по поводу возраста 35 лет. Этот возраст, он настолько светится по всем фронтам, значит, берём первую линию, это будет линия сердца, вот я, получается, зелёненьким шариком таким обвела вспышку, которая вот прям показана на линии сердца, и сверху я поставила 35, чтобы чётко вот понимали, куда мы смотрим. Потом у нас идёт такой же кипиш, начинается по линии жизни, то есть там начинаются и возможные переезды, и ослабление здоровья, это вот к 35-летнему возрасту совпадает. И у нас линия судьбы в этом возрасте тоже даёт раскол. Даже вот там в 34 с половиной, знаете, такой вот выбор, выбор без выбора. То ли там вы меняли работу, то ли был там переезд, то ли там был и декрет, и переезд, и какая-то смена деятельности, и вообще смена мировоззрения. Раскройте нам тайну, что за события происходили у вас в возрасте с 34 по 35 с половиной? Так, переезда не было точно, потому что я здесь живу уже 13 лет. Ну да, там может быть как бы часто смена работы, потому что, да, я вышла с декрета, во-первых, попала под сокращение, простите, попала под сокращение, потом пришлось переучиваться, то есть, ну, училась уже там на мастера маникюра, немножко поработала, не понравилась куда-то ещё там, ну, то есть такой, вот этот период, вот эти годы, как раз они у меня такие более какие-то сумбурные были, то есть я искала себя, потом уже поняла, что вообще я работать на колонии больше не хочу, и пошла заниматься эзотерикой, вот это, наверное, как раз в этих годах. Вот этот вот переломный момент, вот видите, где вот по линии судьбы там начинаются, самое интересное, что одни и те же линии, они в хироманте отрабатывают несколько тысяч раз, то есть вот та линия, которая у нас там обозначала смерть бабушки, потом развод с мужем, ну, потом там кризисная ситуация, они начинают, скажем так, наносить какого-то вот сумбура в линию судьбы как раз вот в возрасте 33-34 года.